Во-первых, очень хорошее оборудование, капельницы, все это электронное с датчиками. Если там нарушается подача лекарства или какое-то нарушение, тут же идет система оповещения. Потом все палаты, в том числе интенсив и так далее, они выведены на такое электронное табло. То есть если у пациента необходимость в помощи, он нажимает кнопку, и сотрудник, находясь, допустим, в холле, он видит номер палаты, куда нужно зайти и так далее. То есть очень быстро это все тоже организуется. Но понятно, что все медикаменты, все есть, все бытовые части, начиная от нижнего белья, пижам, постельного белья, все это тоже пациент получает. То есть если, например, с кем-то что-то происходит на улице, какое-то несчастье или неприятность, то он совершенно спокойно поступает в стационар, тут же его кладут уже на кровать, которая застилена бельем, на колесах, и везут на обследование. Причем очень быстро и слаженно работают все вот эти отделения, там рентген, УЗИ и так далее, анализ забора крови. То есть все это очень хорошо организовано, очень замечательно. Ну и восстановительный период идет очень быстро и хорошо, потому что, во-первых, они не заинтересованы, чтобы пациент долго находился в клинике, потому что это все-таки достаточно дорогие услуги. Ну для государства это оплачивается высоко. Плюс высокие зарплаты сотрудников, врачей, это тоже экономическая составляющая. Но мне кажется, что даже намного более главная вещь, что ли, что для самого пациента ему гораздо комфортнее находиться в домашних условиях, потому что дом, как известно, и стены помогают. И он себя чувствует достаточно свободнее, он меньше думает о своей болезни, у него больше возможности отдохнуть в привычной обстановке, общаться с близкими и так далее. То есть я очень довольна. Я считаю, что, ну может быть, мне повезло, но по большому счету я смотрела людей вот вокруг, с кем он пересекался. И я считаю, что здесь вот в этом плане организовано все очень хорошо. А на низшем звене некоторые иммигранты, они немножко недовольны системой фаслеги, вот своего семейного врача. Но это тоже в ментальности норвежцев. То есть они вот считают, что многие вещи можно как-то скорректировать правильным образом жизни. То есть ходить в поход, побыть на свежем воздухе, поесть более какую-то здоровую пищу, чем каждый раз принимать лекарства лишний раз и лишний раз ходить к врачам. Потом они исповедуют такую вот философию, что можно посмотреть, подождать, как ты будешь себя чувствовать попозже, если нет ничего такого критического. Во всех медицинских центрах вот этого низшего звена, где твой семейный доктор, очень много плакатов. Например, как распознать инсульт, что делать, если происходят какие-то вещи. То есть вот такие полезные вещи, которые нужны человеку повседневно. Потом, насколько я знаю, многие норвежцы, они еще с молодости начинают работать в системе Красного Креста и владеют навыками оказания первой помощи. Искусственного дыхания, наложить жгут, дезинфицировать раны. То есть в этом плане у них тоже присутствует такая вот грамотность медицинская. Ну, я считаю, у большого процента населения у них это все присутствует. И они в состоянии себе оказать помощь в каких-то таких моментах, которые не требуют прямо неотложного медицинского вмешательства. Продолжение следует...